Протягиваем выпуск, сегодня на Гомельчине обмерковали пытания перепрацовки и изнижения токсичных промысловых отходов. Выездную нараду провел министр природных ресурсов и оховый новокольного осяродя Беларуси Андрей Худык. Про новые технологии экологичной безопасности доведался Олег Сентюров. Комплекс по захованию и перепрацованию токсичных отходов в Чачевском районе начали будивать 20 лет тому. В определенный час тут принимали автомобильные покрытия, но теперь упор зарабили на пестициды, яке утримлюсь невеспечные речевы. В Советском Союзе их вырабляли до 80-х годов минулого схода. Ртуть и хлор – это только некоторые ингредиенты, яке утримлюсь в советских пестицидах. Докладные объемы того, что засталось нам успачено невядомое, а учивается прикладная лечба у 10 тысяч тонн. А прочая пестицидов, яке знаходится на складах сега с подприемством, есть кемикаты, закопанные у землю. Такая практика в Беларуси была распоседжена в период с 1970-го до 1988-го года. Ни якой документации об этих словах не заховалась. Зараз ведом об семи таких объектах. Два, за яких уже ликвидованные, ведутся работы на третьем, Петриковском. Разум с ним перепроцовка таких токсичных отходов вымышленно проводится за межами нашей краины. Будовниство, отповедное в творчестве у Беларуси, это максимум не только сэкономить валюту, а и провести работы больше оперативно. При одной обовязковой умове проект повинен быть экологично обеспеченным. Мы понимаем, что на первой стадии организации производства, создание инвестиционного проекта необходимо профессионально и глубоко изучать. тему и принимать правильные управленческие решения, для того, чтобы не делать таких ошибок. В данной ситуации вся эта работа сделана очень скрупулезно, профессионально и глубоко. Я убежден, что проект будет действительно, значит, экологически безопасным. На будовництво в творчестве по перепрасовце токсичных отходов плануется накеровать 4 миллиона долларов, которые Беларусь отримала в якости международной технической допомоги. Отповедные проекты распространяли у Министерства природных ресурсов и Аховы Новоконного Сяродя. После ее открытия на протяжении еще 4-х годов Беларусь отримает 8 миллионов долларов непосредственно на процесс сбора и перепрасывания пестицидов. Как чекается, за основу будут взяты технологии, по яких працует аналогичное предприятие в Финляндии. На протяжении всего часа уход реализации проекта будет контролировать ЮНИДА, организация ААН по промышленному развитию. Организация по промышленному развитию, коротко ЮНИДА, это крупнейшее и ведущее агентство системы ООН в области промышленных технологий. Соответственно, все установки, которые будут сюда поставлены, все оборудование будут находиться под нашим постоянным контролем. Мы готовы и обеспечим предоставление сюда самых высокотехнологичных оборудований, обеспечим контроль его монтажа, ну и, соответственно, запуск в эксплуатацию и эксплуатацию. Проект рассчитан на 4 года, поэтому первые 2 года мы рассчитываем на то, что будет закуплено оборудование и смонтировано, и еще 2 года будет осуществляться постоянный контроль деятельности в этой области. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Чачевского района.